...занимаются дачным строительством, то есть в места, где нет такого строгого карантина, как, например, в Москве. Всё серьёзно. Не зря же на этой неделе отменили проведение Петербургского международного экономического форума, который должен был состояться аж ещё в июне. О мерах, которые сейчас принимаются по предотвращению эпидемии в Европе и в России, в материалах наших корреспондентов Дмитрия Зименкина и Вячеслава Николаева. Коронавирус диктует новые правила игры целым странам. Везде. Под наблюдением, в первую очередь, аэропорты, куда прибывают из государств с высоким риском заражения. Первая проверка на борту самолёта. Готовьте анкеты. Основательный контроль и в местах массового скопления людей. В метро свои меры предосторожности. Метрополитен обзавёлся любви, который с помощью очень умного прибора, бесконтактного лазерного пирометра, изучая температуру всех входящих пассажиров. Такими чистыми рейсовые автобусы не были, наверное, никогда. Общественный транспорт драет словно палубу учебного судна. Мы делаем дополнительную дезинфекцию. Все поверхности столики, полочки, поручни. Готовность номер один не только в мегаполисах, где миллионы пересекаются ежедневно, но и в регионах, что граничит с Китаем, источником коронавируса. Там масштабные учения. Дыхательная недостаточность, один на госпитализации. Горячая линия для всех, кто чувствует хоть небольшое недомогание. Недавно вернулся из-за рубежа. Как вы пересекали границу? И карантин для попавших под малейшее подозрение. Здесь всё строго. Здесь не открывают двери. Здесь окна можно проветривать. Вот через ту окошку. Китай – одна из самых организованных и дисциплинированных стран. Ввести народный коронавирус в городе Ухань военное положение было несложно. Помогло не очень. Россия пошла своим путём. Он пока оказывается эффективнее. Хотя между двумя городами много общего. Население российской столицы 12,6 миллионов человек. Вполне сравнимо с Уханем. Там 12 миллионов. А теперь отличие. Москва – столица огромной страны. Ухань даже не центр провинции. И название никто бы не знал. Не будь эпидемией. У нас в штатном режиме работают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, разветвлённое метро и общественная транспорт. В Ухане два вокзала и один аэропорт. Правда, есть 11 линий метро. Однако разница в функционировании городов невероятная. В отличие от Москвы, образ жизни которой почти не поменялся, Ухань на военном положении. Город блокирован, улицы пусты. В Москве единицы заразившихся, в Ухане почти 500 погибших от коронавируса. Народа в аэропорту практически нет. Ирина Лисичкина, возвращаясь из Поднебесной две недели назад, подробно снимала дорогу домой. И то, как удивилась, новой анкете на границе. Мы заполняем тему Китая. И как оказалась на карантине, провела 14 дней в изоляции и несказанно радовалась, что это случилось в Москве, а не в Гуанчжоу. Если есть подозрения на карантин, то закрывается целое здание, в котором ты находился. У меня в России был карантин, но здесь он более свободный. В Китае, несмотря на невероятно жесткие меры, зараза расползлась. Кто-то винит восточный образ жизни. Они привыкли жить в тесноте, их много, надо все быстрее, и поэтому близко все... Кто-то вспоминает, что качественная медицина доступна только жителям китайских мегаполисов на окраинах Средневековья и царства народной медицины без вакцин и антибиотиков. И сейчас уже не кажется чрезмерным режим повышенной готовности, который введен в Москве. Прибывших из Китая, Италии, Ирана и ряда других стран просят две недели не посещать работу или учебу, при необходимости вызывать врача. Работодатели обеспечивают медконтроль в офисах и на предприятиях, а больничные листы оформляют без посещения по центре поликлиник. Приняты чрезвычайные меры, они очень хорошо продуманы, я считаю. Пока нет вакцины, правила профилактики просты. Часто мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, особенно находясь в транспорте. Регулярно очищать поверхности клавиатуры, компьютера, экрана смартфона, пульта, верных ручек и поручни, не касаться рта, носа или глаз. И, конечно, быть на чеку. Мы должны быть бдительными в том отношении, что если нам показалось, что человек болен, что он там кашляет, то, конечно, надо, во-первых, человеку сказать, во-вторых, как-то надо продумать, чтобы он не пошел дальше людей заражать. Похоже, российское здравоохранение действительно заставило говорить о себе как о системе. Когда еще больницу вводили в действие за одну ночь? Я, на самом деле, очень горжусь, потому что попала в руки наших работников. 28-го... Нужно, нужно вспомнить. Монолит. Помоги мне, не оставляй меня, Монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Почему ты оставил нас? Мы плачем, мы ждем. Твои дети ждут тебя, твою мудрость, твою силу, твой свет. Мы сильны твоей волей, Монолит. Ты направил нас. Ты дал нам видеть и знать, почему мы не слышим твой голос. Монолит. Он ушел от нас. Но пришел тогда первый от Монолита и сказал, «Вразумитесь». Но не слушали они. И придет день, и воссияет вновь Монолит во славе своей. И в тот день, когда будет признан достойный, Монолит вернется и возрадуется. Он возрадуется. Мы возрадуемся. Монолит – это свет и знание. Знание и свет. Он вернется. Вернется. Придет время, избранные спасутся. Монолит даст им совершенство. Никому не верь, кроме Монолита и братьев твоих. Никому. Великий Монолит дал нам силу. Открыл нам глаза. Мы выполним свое предназначение. Такова воля Монолита. Полтовник, да вот какая-то... Слышали? Да, Доброва. Якобы украинцы виноваты в распространении коронавируса в России. Вообще, я вам говорил, я вас предупреждал, что будет полная жопа. А вы не слушали меня. Ну как? Теперь есть ли вам куда пойти? Все закрывается. Все отменяются. Спортивные состязания. Занятия в школах и вузах. Бары и дискотеках. Но... Бары и дискотеки. Но украинцы нашли выход. Они уставились в кучу мусора и молятся, молятся и молятся. И делают это все с единственным правильным задором. Да уж. Они молятся подобно группировке Монолит в игре про Чернобыль. И вам пора, россияне, молиться по всем ушедшим от коронавируса скорбя. С вами я, проповедник мысли Доброва в респираторе. И если у вас появился синий экран на экранах ваших гаджетах, это означает, что коронавирус до вас добрался. И мы начинаем программу Добров в эфире. Так, что там с записью идет. Ну и отлично. Но первая новость, как это неудивительно, не про коронавирус. А про обнуленного президента. Что мы теперь знаем о планах Путина после 2024 года? Если бы российская политика была бы театром, то произошедшая во вторник можно было бы назвать вторым актом остросюжетной драмы под названием «Путин после 2024 года». Ну, российская политика, скорее-то, не тяг. Это цирк. Шипитов шоу с клоунами в Госдуме. Официально, конечно же, не так. По плану Госдумы должна была рассмотреть во втором чтении поправки. Инициированные президентом. Без участия самого президента. Но как бы не так. И в абсолютно плановое заседание Госдумы вмешался Владимир Вольфович Жириновский. Он предложил провести срочные парламентские выборы и наделить госсовет президентскими полномочиями. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы, лесбиянки. У нас есть конституционный орган Госсовет. Собрать туда всех срочно лучших умов России, лучших людей со всей страны. Ученых, депутатов, министров и губернаторов. Все они избраны народом. Вот пусть и решают кто главнее и кто будет главой государства. Заявил Жириновский перед приходом Путина в парламент. А Жириновский просто так. Никогда ничего не говорит. Даже если он говорит какой-то бред на первый взгляд, то этот бред потом сбывается. Лидер ЛДПР наставил на том, что это сугубо партийная инициатива. Но тут слово взял депутат-единорос Александр Карелин в полусреднем весе и предложил досрочные выборы в парламент. И день 10 марта явно перестал быть тонным. Карелин разумно заявил, что под новую конституцию нужен новый парламент. И тут слово перешло к космической женщине Валентине Ивановне Терешковой, которая в день своего рождения вдруг типа ни с того ни с сего, но явно по указке из администрации президента предложила либо снять ограничения президентских сроков вообще, либо записать в одной из статей Конституции о том, что уже после вступления в силу обновлений Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Эх, Валя, Валя, Валентина Владимировна, но вы же умная женщина, вы же понимаете, что Путин это не любой другой гражданин, это в первую очередь чекист, кровавый гипист в статусе президента, и он уже был в нем целых 20 лет. А вот любой другой гражданин, кроме Медведева, на высший пост не допускался. Любого другого гражданина власть не допускает, а допускает только тех, кто заведомо проигрывает действующему президенту, резиденту ФСБ в Кремле. После этого спикер Госдумы удалился в свой кабинет, Володин, чтобы позвонить Путину и проинформировать его о сути поправок, якобы предложенных Терешковой. И не прошло 20 минут, как солнцеликий, вождь нации, сам приперся в Госдуму. Вот она ГБшная сволочь. Он не поддержал предложение о досочных выборах в Госдуму. Ну правильно, ибо рейтинг партии власти Единой России невелик, раз уж какие-то кухарки из ЛДПР побеждают на Дальнем Востоке. Едина, а тут вдруг досочные выборы. А если на них победят коммунисты? Вследствие обвала рубля. Так что не надо никаких досочных выборов царю и парламенту. Также Путин выступил против передачи Госсовету президентских полномочий. Но сколько раз говорилось, что Госсовет это вообще какой-то непонятный орган власти, который не принадлежит ни к судебной, ни к исполнительной, ни к законодательным ветвям власти. А ему президентские полномочия, с чего вдруг. Ну понятно, с чего, чтобы Путин правил, но при этом правил как бы не оперативно. То есть спихивал часть своих дел, ибо он уже не мог на президента России, при этом находясь на пенсии. Это так называемый казахский, казахстанский вариант, где Назарбаев вроде бы ушел, но с такими широчайшими полномочиями, что мама не горюй. И Касым Жамат Такаев только лишь оперативно правит страной, но не определяя стратегический вектор ее развития. Но Путин и против такого варианта оказался. Иначе бы второй президентский срок был бы у Медведева. Но Путин зато согласился на последнюю часть предложений Терешковой, на самое важное. Это обнуление президентских сроков. С оговоркой, что если Конституционный суд не против, но тут понятно, что суд наш в карманю президента, что называется, и суд не против. То есть, вписание в Конституцию социальных прав граждан, дискуссия о Боге и роли русского народа в Конституции, это все лишь отговорки для отвода глаз от главного факта, от главной сути поправок в Конституцию. Поправки нужны действующему президенту России только и исключительно для того, чтобы Путин, не имевший права по старой Конституции занять высший государственный пост, смог это сделать по новой Конституции. И еще, как минимум, на два срока. Такого кидалова еще не знал русский народ. И неудивительно, что народ вышел на протест. По улицам Москвы люди стояли с плакатами. Нет обнуления сроков Путина, нет диктатуры царя, нет поправок в Конституцию. В Питере писали на плакатах, нет госперевороту. Люди писали сотни писем в Госдуму по имейлу, что народ против обнуления сроков Путина. Но все тщетно. Путин у власти навечно, навечно, до гробовой доски. При этом его не смущает судьба страны в период Брежнева и в постбрежневский период. И после... Но зато все эти вот карманные депутаты, все эти вот хлуи путинского режима, которые вот тут вот запечатлены, все пропагандисты-паразиты, Маргариты Симонян и Тиграны Киасаян выдухнули и могут спать спокойно до 2024 года, а может, а скорее всего, до 2036 года. Причем, сделав заявление в Госдуме, что без Путина ну никак нельзя в России... И это верно. Без кровавого габиста во главе страны ну никак нельзя. Потому что страна такая, народец такой, пораженный коронавирусом, и вот дальше уже все. о политике, все. Дальше уже переходим к теме понятно какой коронавирусной инфекции. Начнем с Липецка. А в Липецкой области введен повышенный режим боеготовности вслед за Тюменью, за Байкальским краем города Москвы, Подмосковья и Брянской области. О, да, коронавирус гуляет по России, получается, что из-за него в семи регионах введен режим чрезвычайной ситуации. И как бы не рапортовали чиновники и Роспотребнадзоры, коронавирус усиленно и активно распространяется по России. Ну, мы говорим более конкретно про Липецкую область, где губернатор Игорь Артемонов по кличке Артемон подписал распоряжение о ведении чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения в Липецкие окрестностях коронавируса. Артемон, это тебе не золотой ключик. Мальвина с Буратино не придут спасать тебя. Теперь жители Липецкой области обязаны, слышите меня, лепетчане, обязаны под угрозой уголовной ответственности при появлении первых симптомов кашля и насморка незамедлительно обращаться к врачам. Но поликлиники не будут работать, а врачи обязаны будут выходить на дом к пациенту, а после больной должен соблюдать режим полной тотальной изоляции в квартире, даже если у него собака, и если ты чухнул в Липецке, то на улице то тебя должны остановить сотрудники полиции и направить в ближайшую больничку. Работодатели Липецкой области обязаны не только замерять температуру работникам, но и помогать им дома как раз, то есть шефы, боссы, директора под тем же страхом уголовной ответственности обязаны как раз гулять с собакой своего заболевшего работника. Это так мило и забавно, но скорее всего никто выполнять это не будет. Даже если будут маячить тюрьма перед работодателем за то, что он не погулял с собакой заболевшего работника. Такие вот порядки в зараженной коронавирусом Липецкой области, но самое главное то, что не будет соблюдаться, это если работник заболел коронавирусом, то работодатель обязан передать всю информацию об этом работнике врачам и на всякий случай тем же сотрудникам полиции, то есть в МВД. А почему эта норма не будет работать? А дело в том, что многие работники это гастарбайтеры с Узбекистана и Таджикистана и передавать о них информацию в МВД и в Министерство здравоохранения означает подписать себе статью УК РФ за незаконную деятельность мигрантов у себя на предприятиях. значит никто и ничего в Липецкой области передавать информацию о заболевших работников не будет. А это означает, что коронавирус в Липецкой области будет распространяться еще быстрее. Молнией! В свою очередь медики Липецка должны обеспечить возможность оформления больных листов гражданам уж сколько желающих будет прогулять работу из-за коронавируса даже если у них не будет никакого этого самого вируса их не сочетать и вот их места как раз займут реально больные инфекции мигранты для которых важно не прогуливать работу а наоборот как можно больше ее иметь чтобы как можно больше денег отсылать свои республики Средней Азии они конечно намерены выкосить все коренное население России да и в частности в Липецкой области мигранты при помощи этой самой заразы коронавируса и установить в России господство монголоидной они вовсе не славянской расы верный пес путинского режима Артемонов по кличке Артемон пытается хоть как-то это предотвратить но тщетно однако не мигранты виноваты в том что коронавирус пришел на Липецкую землю а трое коренных граждан России побывавших в Италии и приехавших в Липецк все они находятся в областной клинической больнице в специальных боксах так что Липецкая область уже заражена коронавирусом вот сейчас жители Липецкой области вы на себе это сейчас все чувствуете губернатор Артемонов сказал мол спокойно не подавайтесь панике никакие мероприятия в Липецкой области не будут отменены но ведь как раз есть одна серия правдивого сериала про российские тогда еще советские реалии Чернобыль от HBO которая так и называется спокойно не подавайтесь панике где академик Легасов объясняет Щербине и Горбачеву что ситуация началась гораздо серьезнее чем они думали и все вышло из-под контроля вот так вот и в Липецкой области с коронавирусом вирус вышел из-под контроля властей когда губернатор думает и ладно пройдет инфекция а потом когда вот так же в Липецкой области когда губернатор думает да ладно хрен там с этой инфекцией ну пройдет и пройдет а потом как бы ему не пришлось целый Липецк эвакуировать как в правдивом сериале про российские и советские реалии Чернобыль HBO эксперты считают что более 60 уже уже дальше уже пошли не только Липецкая область заражена но и все остальные поназаразились эксперты считают что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году то есть потенциально 60 из 85 субъектов Российской Федерации будут разорены неотвратимо и неминуемо у них не останется средств на выполнение своих социальных обязательств которые вынесены были в Конституцию и никакие поправки как раз Конституцию не помогут в этом плане выполнить в 60 регионах России свои социальные обязательства и не защищать граждан вопреки заявлениям всяких там Володиных от разорения граждан своих малых родин это уже заметно на местах закупаются менее комфортные автобусы для граждан но при этом повышаются цены на проезд где-то закрываются трамвайные и троллейбусные движения делается это специально чтобы люди отдавали денег за проезд не в муниципальные предприятия а прикарманенному губернаторскому счету частному извозчику вырубаются деревья вырубаются деревья в городах чтобы люди в жару давились загаженным и заспиртованным воздухом и так далее и тому подобное по мнению аналитиков основной причиной всего этого стало снижение роста бюджетных расходов от налога на прибыль какая твою мать может быть прибыль когда гендиректор Роснефти Игорь Иванович Сичин специально обрушил курс рубля на рынке вместе с министром энергетики новоком 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 в россии возможно лишь разорение все что сейчас есть в россии это все западное и китайские образцы своего производства нет заводы как простаивали так и простаивают а то их вообще сносят и возводят 50-этажные здания или торгово-развлекательные центры которые так в кавычках нужны местному населению в прошлом году доходы росли в среднем на 16% больше расходы на 15% то есть у регионов минус 5% в среднем вот при этих условиях может быть какая может быть экономическая стабильность обещанная нам Силуановым на нее на эту самую экономическую стабильность в регионах просто нет денег темп прироста прибыли сократился с 23% до мизерных восьми при этом регионы России получают 700 миллиардов рублей дотации и эта сумма еще может возрасти я думаю что это все делается специально чтобы регионы экономические зависели от федерального центра от лютой Московии так оно и есть то есть регионы будут более покладистые в случае если они будут разорены а Москва будет процветать но ведь от этого страдают люди на местах они не получают всего того что получают москвичи если низкие цены на нефть и перебои в экономике сохранятся и после первого квартала то тогда регионы залезут в кредиты и в долги и расплачиваются будут крепостными крестьянами то есть жителями областей в том или ином виде но верный путиной путинец силуанов предложил продолжает убеждать нас в том что Россия готова к падению цен на нефть так готова что 62 уже не 60 регионов России на грани банкротства и все это крайне просто крайне символично когда Путин допустил выдвижение своей пятой точки на пятый срок в этот же момент 62 регионах России чуть ли не не разорились у них закончились резервы рубль по 30 долларов под 80 и матч без зрителей в КХЛ Динамо Спартак а какого может быть стоило подумать об пенсии Путину о том чтобы Путин ушел на пенсии а не выплачивать деньги из бюджета 62 регионам России чтобы они хоть как-то барахтались и может быть стоило подумать чтобы вот эти деньги из бюджета тратить не на борьбу США в Сирии и на Украине которые успеха России не принесли а давать деньги простым гражданам в регионах зато деньги деньги рекой из бюджета области текут на поддержание местных офисов Сбербанка да уже во Владимире начали продавать ходить по рынку и продавать свои штаны вот до чего довела борьба с коронавирусом внутри России до спущенных штанов региона России готовьтесь будет неизбежная девальвация рубля заморозка и обнуление счетов жителей провинций а за девальвацией придет неизбежная дем динамизация но зато чиновникам будет хорошо да их регионы останутся без резервов но при этом все равно они себе в карман положат дотацию кругленькую сумму из бюджета страны которую выделили на борьбу с экономическим кризисом чиновники на местах уже потирают руки в связи с предстоящими поступлениями денег из федерального бюджета якобы на экономическую помощь а на самом деле в свой карман что там еще четвертое бизнесмен Олег Дерипаска просит объявить в российской федерации полный тотальный карантин на всей территории России а тем временем США могут погибнуть почти 2 миллиона человек фоточек нет нет из-за страшного и опасного коронавируса а потерять работу могут 50 миллионов человек это все страшные цифры человечество и в основном Россия на грани полного краха так что еще раз дорогие россияне можете смело поддаваться панике и кричать караул караул коронавирус идет топтаться кругами на одном и том же месте но обязательно на людях даже сам Дерипаска понял что все лютый писец России наступил последствия для России за коронавирусом будут даже посерьезнее чем развал СССР в 91 году по мнению Дерипаски карантин по всей территории России это единственный выход из сложившейся ситуации если этого не сделать в ближайшее время ограничить или и вовсе закрыть границу Российской Федерации на 70 дней то есть на 3 месяца то распространение коронавируса в России не остановить по словам бизнесмена руководители предприятий и госучреждений должны в минимальный срок выявить заболевших и подготовить все меры для полного карантина а это не только закрытие границ но и отмена всех культурно массовых и спортивных мероприятий однако сейчас Россия это вовсе игнорирует предпочитая заражать всех и вся этим самым смертоносным коронавирусом российская культура стиль жизни отношения к эпидемии не дает нам никакой альтернативы выздороветь побыстрее спуститесь в метро или зайдите в торговый центр там никто не носит маски а к тем кто носит маски подходят люди и говорят что маски от смертоносной болезни вам не помогут и вы уже сейчас заражены ей сам так делаю подхожу к людям в медицинских масках и говорят что они не помогают и сразу люди начинают бежать от меня с криками аааа коронавирус ааа уже здесь на данный момент в россии выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом и в процессе программы это число будет увеличиваться и увеличиваться так чем же опасен этот самый коронавирус во первых страдают легкие и пациент чувствует удушье во вторых страдает сердце в третьих паническая атака все в панике ааа ааа что делать ааа мы не понимаем ааа помогите ааа всемирная организация здравоохранения уже признала эпидемию коронавируса пандемии то есть всемирной эпидемии то есть супер пупер мега эпидемии от которой нет вакцины от которой человечество может кирдыкнуться все человечество лекарство от него от коронавируса не найдено но поговаривают что помогает плаванье да но какое плавание в россии когда в марте плюс 1 градус и все бассейны закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции это не плавание это моржевание как у это всего в мире коронавирусом уже заболело 140 тысяч человек а будет значительно больше судя по американской аналитике в связи с распространением коронавируса роспотребнадзор рекомендовал переводить сотрудников на дистанционную работу но не на всех работах это возможно и коронавирус усиленно быстротечно распространяется по россии уже в ханты мансийске в гостиницу олимпийская приехали люди в белых халатах и прям во время нашего эфира СЗК в этих самых респираторах а дело все дело в том что у представителей норвежской сборной по спортивному ориентированию который прибыл для участия в чемпионате Европе и Кубке мира по спортивному ориентированию нашли таки коронавирус и уже заражен ханты мансийск этой смертельной болезнью все больше и больше годов России охвачены пандемией что делать никто не знает но все в панике скоро и неизбежно в ханты мантийске введут войска химзащиты их уже начали перебрасывать туда из-за зараженной Тюменской области окружили вообще всю Сибирь я смеюсь у меня просто эта паническая атака так проявляется ведь там как и в Ухане находится спец лаборатория откуда вырвался этот самый коронавирус боевой штамп путинского и сединпиневского режима в этой связи самый мощный и самый сильный президент мира Дональд Джуниор Трамп объявил об введении режима чрезвычайной ситуации в Штатах посрамлены те аналитики которые предсказывали что Америка никогда не пойдет на закрытие городов и своих границ нет Америка пошла на это на предприятиях американских введен карантин и уже никому уже некому будет производить айфоны для вас все сидят по домам настала жопа полная жопа настала России и всему миру без американских высоких технологий и уже мировая экономика выражаясь футбольным языком в ауте но Трампа можно понять почему он вел режим чрезвычайной ситуации потому что он в зоне риска заболеть коронавирусом ему как раз более 70 лет правда падение экономики США может сильно повлиять на падение рейтинга Трампа в преддверии президентских выборов США а рейтинг Байдена наоборот поднять а Байден как раз знаменит тем что помогал Украине в борьбе с Россией и довольно успешно и если он станет президентом то новый виток противостояния с Россией на фоне глобальной эпидемии и экономического кризиса неизбежен вплоть до какой-нибудь военной заварушки ведь вспомним мы великую депрессию только мировая война позволила от нее избавиться только 28 миллионов трупов россиян позволила избавиться от экономического кризиса тридцатого года так будет и сейчас так что готовьтесь терять своих близких готовьтесь крови и насилию на улицах ваших годов это неминуемо и это хорошо знает Олег Дерипаска но россиянам на все насрать психолог объяснил почему русские меньше европейцев боятся коронавируса бойтесь бойтесь тупенькие россияне у вас самая протяженная граница с китаем откуда и начал распространяться коронавирус и то что у вас минимальные случаи заражения это объясняется просто желанием скрыть от вас правдивую информацию потому что кучу кровь истасу нужен референдум по конституции 22 апреля а и парад на 9 мая так что даже если коронавирусом в россии заболеет все 150 150 миллионов человек то карантин объявят только после 75 летней годовщины победы великие отечественные войны но вернемся к психологу и к психологии по мнению Михаила Хорса россияне просто имеют тяжелый опыт жизни в россии и инфекция для них не самая страшная вот это действительно так жизнь в россии не сахар то радиоактивная плитка в москве который соберен специально выложил чтобы заражать москвичей дабы у них был иммунитет такие соображения от коронавируса такие соображения были у него то пытки студентов школьников в фсб в перми то взрыв ракеты с ядерной начинкой под архангельском летом прошлого года страшно страшно в россии жить еще страшнее в россии выживать поэтому россияне абсолютно пофиг на коронавирус хотя я тут и подымаю панику откуда вообще всплыло имя Михаил Хорс а почему он так важен для вас для нас для зрителей РЕН-ТВ для Доброва а дело в том что он прокомментировал видео где жители испанской Валенсии стоят в очередях за покупками на полках магазинов ничего то и нет ну что ж жители Валенсии добро пожаловать в советский союз в коммунистический строй который вас погрузил коронавирус и этот самый Хорс не просто психолог который в метро купил диплом а специалист по комментариям в журнале новости нации а специалист по комментариям есть такая должность в Испании и в комсомольской правде у русских действительно было такое в стране что коронавирус это тьфу на постном масле за 20 лет путинского режима и в особенности в конце 80-х 90-х годов элементарно жрать было нечего была самая настоящая война на улице городов и речь не только про пресловутые бандитские разборки но и про самую настоящую войну в России в Москве в 1993 году и в Грозном в 1995 году Хорс вспоминает и кризис 2008 года когда цены подскочили в несколько раз и это погубило в конечном итоге Медведева как президента а Путин понял что лучше уж он досидит свой срок до конца своих дней чем позволит либералу Медведева приводить так важные и необходимые реформы России и Хорс в этой связи успокаивает нас заявляет что российское общество гораздо опытнее чем остальные но все-таки Россия ограничила авиасообщение со всеми странами уже ограничила Россия со всеми странами Евросоюза так что само убаюканием заниматься пока еще нельзя нужно быть на стреме следить за ситуацией на чеку если на черный день собирать вещи в чемодан мало ли что вдруг вас будут эвакуировать из ваших насиженных мест из ваших российских городов в России только в России не боятся коронавируса только те кто получает кремлевские пилюли в спецполиклиниках и вот эти люди как раз используют всяких там хазинах в качестве пропагандистов вольно или невольно мол все будет хорошо нет не будет мол только не в России а на самом деле не боятся в России коронавируса только и исключительно потому что болезнь косит пожилых людей они являются обузой для нашего государства чего боятся то в государстве в котором испытывали самые сверхмощные радиоактивные бомбы в конце 50-х и 60-х годов ни слова не предупредив об опасности местное население Казахстана где испытывались эти бомбы севера России и Сибири но все равно страшно страшно сейчас находиться в России ибо когда тебе от 15 до 30 лет страхов все больше и больше из-за все более и более ограничения и суровых реалий жизни которые наступают у молодых людей в основном 18 лет понятно почему никого не охота быть мясом в армии и при а тут еще и коронавирус всех и вся испугал ну в России в Белоруссии в Украине в целом в славянской нации везде с ним идет война но безуспешно а в России с ее медициной и подавно как раз в марте как правило еще холодно и лежит снег а это отличные условия для моментального распространения коронавируса в России так что самое время россиянам бояться до мурашек этого самого вируса он скочит вас ваших родных всю вашу улицу всю деревню и т.д. и т.п. такая вероятность во всяком случае вероятность есть ее не может не быть россия частично уже закрывает границу с белоруссией и до чего бы вы думали правильно из-за коронавирусной еще раз инфекции которые вихрем враждебным бушуют в нашем пока еще союзном с белоруссией государстве вот слова по этому поводу михаила мишусина это сделает специально для предотвращения массового распространения коронавируса правительство россии и дальше будет вводить запретительные меры для вашей и нашей безопасности защиты от инфекции по словам мишусина все в белоруссии идет по негативному сценарию напомню что в 2019 году россия посетила 450 тысяч граждан белоруссии в белоруссии зафиксировано 27 зараженных этой самой смертоносной болезнью людей что ж получается батька заражен белоруссия заразная абсолютно заразная страна еще гораздо более заразная чем украина а вот все не совсем так несмотря на закрытие границ с белоруссией самолеты в мадрид и в париж из москвы все еще продолжают летать как ни в чем не бывало а это означает под шумок вновь хотели надавить на белоруссию чтобы та интегрировалась с россией побыстрее и желательно полностью заинтегрировалась с россией до 2024 года потому что когда у путина стукнет пятый срок на посту президента все таки будет красиво то воссоединение с белоруссией это придаст ему и гораздо более легитимность чем поправки в конституцию так что это все обычная темагогия и обычные разборки с белоруссией российских властей на фоне коронавируса и естественно у россиян которые орали в 2004 году с бутылки в руках что Крым наш из-за закрытия границы с белоруссией уже пропали нормальные продукты и россияне вынуждены питаться своей эхимозой а даже когда коронавирус пойдет на спад границы скорее всего не откроют поздно у нас ведь у нас уже будет к этому времени обнуленный президент террогенсек все как прибрежными будет пустые полки в магазинах и закрытый въезд из страны для населения правда теперь не из-за компартии социалистического строя и холодной войны а из-за всемирной пандемии коронавирусной инфекции но вам же россиянам хуже будет неограниченная власть верховного владыки палпатина путина да а путин как ему нравится этот персонаж из звездных войн палпатин он следует его путями то есть делает из республики империю на империю не в том понимании что вот там объединить 150 там народностей в мирном русле а империю в том понимании что лютой диктатуры так вот всех заболевших будут топить из белоруссии в россии в северном литовитом океане того не удастся спасти да однако что интересно с белоруссией значит границу закрыли а с украиной при том что идет война с ней нет а почему зеленский настоял или это типа для гуманитарных комбоев набитых оружием в донбасс поди знай судя по донесениям некого ольгуса такой позывной в сбу скоро на после 22 апреля поставят вокруг мкада пулеметы войска переоденут форму нквд 30-х годов и будут их расстреливать вот что коронавирус животворящий делает с людьми и лично с Собянином а в Питере на которой колючая проволока по 220 тысяч вольт которые облюют весь Санкт-Петербург из-за перекрытия конец ущерб кафе ресторанам гостиничным отраслям то есть всему туристическому бизнесе в России будет как и никогда велик но правительство подсует и выделило бизнесменам 300 миллиардов рублей помощи на борьбе с коронавирусом и естественно за наш же счет но не может такого быть чтобы не было из-за какой-нибудь чумы в России распила бабла он есть еще больших размеров но вернемся все-таки к напряженной ситуации на русско-белорусской границы Лукашенко закрытие границ озадачено по словам Бальски в отличие от России ситуация в Беларуси спокойная однако закрытием границ Беларуси и Россия сама признала что у нас в Беларуси никакое не союзное а два все-таки отдельных независимых государства и никто не хочет кроме Путина и Володина объединяться друг с другом все хотят разъединяться не видать россиянам теперь белорусского картофеля но это еще ладно Лукашенко понесло он заявил что по данным разведательных подразделений комитета государственной безопасности республики Беларусь вся Россия уже полыхает коронавирусом а Беларусь нет да это Лукашенко заявил и если честно информацию хорошо умеет скрывать и там в Беларуси и тут в России но Мишустин серьезно но действительно Мишустин серьезно обсуждал с членами правительства ведение режима чрезвычайной ситуации на всей территории России однако получил отказ от верховного царя Владимира Владимировича Путина в связи с предстоящей операцией обнуления сроков 22 апреля Владимиру Красного Солнышка невыгодно полная изоляция на улицах Гайлов именно поэтому пока что не вводят войска химзащиты на улицах России но ведут после 22 или после 9 мая если конечно эпидемию как-то не поборют что согласен навряд ли так что коронавирус вбил еще один клин между нашими странами между нашими народами русскими и белорусами каждый теперь борется с коронавирусом по отдельности и вот это свершилось в России в Россию введен режим полной изоляции но тут больше коммерсант вдался в том что будет с авиапромышленностью с авиаутрус России но в целом все-таки впервые я не знаю даже с начала 80-х годов закрыли все абсолютно всю границу России со всеми странами все-таки это сделали вот представьте себе и не факт что потом откроют введут выездные визы конечно же так что получите полную изоляцию а скоро отрубят интернет скажут тоже с коронавирусом так борются уже там многие власти говорили что хватит телефонами пользоваться намекая на том что мы скоро будем вас отбирать и все отрубать но вернемся все-таки к этой истории в коммерсанте Россия закрыла не только границы с Белоруссией ну и вообще все границы со всеми введен режим полной изоляции страны вплоть до первого мая и конечно же это серьезный экономический удар был нанесен в первую очередь по авиакомпаниям ибо у нас мало внутренних рейсов а вся выручка идет за счет международных но теперь из-за этого вируса арах флот 7 аир лайнс и прочие будут лишены всей прибыли а когда карантин спадет на нет по прогнозам китайских аналитиков это будет как раз летом то есть самый разгар отпусков не удивляйтесь потом что цены на билет будут за 7 нулей не больше не меньше авиакомпании должны восстанавливать свою рентабельность за наш же счет и все почему а дело в том что информация Лукашенко и лично КГБ РБ то есть Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь а Беларусь единственная страна в мире где спецслужба называется КГБ где она едина где нет разделения на службу внешней разведки или на контрразведку ФСБ где единая система где осталась единая система спецслужб поэтому беларусы так четко работают так вот по России подтвердилась информация КГБ РБ Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь да в Москве только за сутки число заболевших выросло аж наполовину то есть на 50% все они находятся в тяжелом состоянии вирус активно распространяется уже проник в Санкт-Петербург в Кировскую область в Пермь уже все заразились в Самарской области в моей родной Пермичей спасает только смесь аммиака с карбонитом в Республике Коми люди чихают кашляют и дрожат от температуры и все это лишь за одни сутки в любой момент в Самару ну и я сам лично знаю об этом как и в другие регионы России по примеру в Чумене могут везти в города войска химзащиты так у нас под Самарой уже проводится учение войска ХБЗ а вся техника выведена из парков и стоит на въезде так сейчас скажу так это север нет на северном не стоит получается на западном направлении то есть на западном въезде в город готовая по приказу в любой момент двинуться в город официально местному населению говорят что это учение ну понятно что это да это учение но в любой момент эти самые учения могут перерасти в боевую операцию и все это из-за коронавируса сейчас люди вынуждены сидят по домам и никто никуда не выходит но кроме продовольственных магазинах люди скупают все гречку макароны чипсы фрукты консервные очистки потому что все понимают что вот еще чуть-чуть и власти запретят выходить на улицу а если даже и разрешат вслед за коронавирусом придет экономический коронавирус евро за 85 рубль меньше чем за 25 в этой ситуации я вспоминаю одну песенку все песец но там не песец там другое слово но я не хочу грубо ругаться матом все песец все песец я теперь у властелина колец в лотере авиатранспортная отрасль россии потеряет из-за коронавируса аж 10 миллиардов рублей россия может потерять весь дальнемагистральный флот который сейчас находится в лизинге то есть принадлежит не российским авиакомпаниям а производителем самолетов то есть аэробусом и боином и это будет полный финиш а вот Владимир Владимирович не в курсе ситуации его уже успели изолировать причем не только его а даже и его какашки с тем чтобы враги в ЦРУ и СБУ не знали об состоянии нашего солнца ликого вождя наций и болен ли он коронавирусом или нет Трамп все-таки помявшись заявил что сделал тест и диагноз у него не подтвердился а вот с Путиным он кстати говоря больше всех именно с китайскими товарищами контактировал и мог мог заразиться мог заразиться и так вот специально обученные люди ФСО это я вам я серьезно говорю я слышал в программе Гонопольская ходят за ним и собирают какашки ну в смысле то есть президенты ездят со специальным туалетом чтобы фекалии даже не достались врагу вот до чего даже нашего президента испугал коронавирус а тем временем в городах России начался массовый психоз люди поют какие-то пьют какие-то настойки говорят на нечеловеческом языке поют гизе мегизе гиндер здесь что означает на татарском языке полная задница бросаются с ветки деревьев я вчера видел это все по звезде и это все на Кавказе происходит почему так происходит причина ясная люди и так же вот в антисанитарных условиях а тут еще смертоносный вирус от которого нет спасения все прекрасно понимают что смерть лютая смерть пришла людям ибо даже автобусы плохо потирают от пыли и это в самый разгар глобальной пандемии так что что называется держитесь до последнего ждите подкрепления может быть войска химзащиты и придут и спасут может быть нет но готовьтесь к полной заднице это не добро в эфире был это был это была подготовка к апокалипсису в эфире а это был апокалипсис в эфире вот так вот вот такая вот жопа ну и в заключении это еще не все в заключении как у меня лагает ОБС вот так вот сейчас раз а там ничего а тут я вот ну сейчас появилась так вот в заключении пару гимнастических упражнений от меня по примеру китайцев вот оп оп сейчас пузико надо убрать оп 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 ну что поможет фиг его фиг его знает вот я даже свою глазу вам всем показал вот до чего доводит коронавирус в России ну все пока пока Продолжение следует...